Значит, видишь, читатель сказал уже, что гонтрики на одной бутылке не прочли. Там учительница там... Надо вставить! Нагрянула и учительница. Кому вставить? Объективу. Юр, здесь же истла негра. Да? Да. Вот тухлеца опять раскрылась. Ну, понимаешь, оно... Сейчас, вино развалилось раньше в букете, чем успела уйти вот эта тухлетинка, понимаешь? То есть, казалось бы, ну, ладно, там бывает, что вино такое мощнявое, что у него сначала идет вот эта штука, но она быстро уходит, и ты раз под ней, там, как говорится, под этой вот гусиной кожей, там, скрывался, там, прекрасный лебедь, да, там, или там... А, то есть, мы обращаемся туда. Всем привет! Добрый вечер! Ну, кто, да, конечно, куда мы обращаемся? День или утро, лучший вечер. Итак, начинаем опять народную дегустацию. Праздники проходят, елку уже, уже март, Коля поносил елку. Вот. Короче говоря, праздничные напитки, которые люди могли себе позволить, ну, немножко подороже, может быть, на праздник, да, а на каждый день, наверное, там, по тысяче рублей вино-то покупать накладник. Ну, конечно, у нас люди разные есть, некоторые мы по тысяче, хорошо, но я все-таки решил остановиться на цифре около 500 и сделать так называемую горизонталку. Ну, Коля, спроси меня, что такое горизонталка, а я попробую... Если бы я не знал, я бы спросил, но давай не будем делать вид, что я не готовился к этому. Ну, ты заранее прочелся, я тебе заранее сказал слово горизонталка. Я заранее это осознал, я ничего не читал, я сам додумался. Мало того, что горизонталка, это, видимо, одна ценовая категория, один сорт, но от разных производителей, это я понял. А еще у меня был тогда же вопрос, который я тоже сам для себя прояснил, что же такое Кобзов, или как это правильно ударить? Да это уже наш такой сленг, это не термин, но я тоже его расшифровывал. Сленгуем мы у себя в отрасли, ну, смотри, какая пробочка плотненькая. Так, смотри, давай первое вино открываем. Горизонталка, друзья мои, это горизонтальная дегустация, когда дегустируется, например, один сорт от разных хозяйств. А когда, или там вино похожее от разных хозяйств, да, там, например, бордабленд от разных хозяйств, или там, не знаю, куда-то ассамбляж каких-то сортов, там. Не выражайся. Бордабленд, это там купаж. Значит, я решил взять Каберне-савиньоны от России, от Чили, от Франции. Примерно все, что я смог найти в своем любимом Ашане авиапарк. Вот наш любимый Ашан авиапарк. Здесь будем выбирать новый свет. Здесь стоит Италия, Испания, а дальше стоит Россия. Вот, будем выбирать сейчас Каберне-савиньоны из всего представленного богатства выбора. На самом деле, особого выбора-то и нет. Ну, дальше на фото, ребята, вы видите. Вот Ашан авиапарк, например, да. Объясните мне эту систему. Для чего? Сначала кассир пробивает, потом дает тебе чек, а потом человек идет, и там сам копошится, как-то сканирует QR-код, и там уже оплачивает. Вот, для чего это, мне кто в ритейле понимает, объясните, для чего эта хрень сделана. Ну, неудобно всем, ни кассирам, ни покупателям. Для чего? Вот такие автоматы. Никто не понимает, разбираются, стоят люди. Для чего это? Скорее всего, внедряющий к этой конструкции получил большие деньги от руководства Ашан. Удачно обосновал необходимость системы, которая всем теперь... Так вот, я буду наливать, и пока предварительно это дело обнюхивать, а ты будешь читать контр-этикетку, как всегда ты делаешь. Ну, ты же в очках, тебе есть слово. И с выражением, да. Ну, еще говорят, голос неплохо. Да-да-да, это было куплено за 350 рублей, так что проще, что у нас там ждет, 349 рублей, это стоило по акции. Произведено из винограда сорта Каберне Савиньон, обладает благородным рубиновым цветом, аромат яркий, сортовой, вкус гармоничный, с умеренной терпкостью. Меня это радует, честно говоря. Рекомендуется подавать охлажденным, сочетается с блюдами из мяса и дичи. Все как по заказу, да. Место происхождения винограда Россия, Южный федеральный округ. А, собственно, называется-то как, посмотри. Каберне Савиньон, вино сортовое сухое красное. Да, но у него есть еще марка. Марка вот эта, называется так называемый винный гид. Что, конечно, такой небольшой камень в сторону наших, так сказать, авторов различных винных гидов, в том числе Артур Георгиевич Саркисяна. Почему назвали вино винный гид, совершенно непонятно, какую цель люди преследовали. Кто это производитель? Еще раз, Коля, озвучь. Именно производитель, да? Да, да. На, ну, производитель... Не-не-не, сзади он должен быть написан, произведено. Республика Крым, Россия. Ты имеешь в виду юрлицо? Ну, о, там, да, какой-то. Да-да-да-да, сейчас, 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 сейчас. Изготовитель ООО «Винный дом советский». Винный дом советский. В Сельферополь, понял, понял. Это ПГТ советский. Есть такое предприятие, оно где-то находится в Большесарайском районе, в Крыму. Ну, в общем, первый нос меня не оттолкнул, честно говоря, я тебе скажу. Ну, вот, но удивительным образом здесь, конечно, сортовых ароматов Каберне-Совиньона, традиционно, которые я привык, сказать, слышать виние, нет. Ну, но зато здесь есть, например, аромат роза, например, я слышу. Ну, как раз я с тобой декусти его первый раз. Сейчас пытаюсь поймать. Ну, я могу сказать, то, что мы говорим про букет, да, это так называемый нос-вина, да, то есть нос-вина здесь достаточно чистый. Я, в общем, ожидал худшего за 349 рублей, вот, и производитель, которого я не очень хорошо знаю и считаю достаточно массовым производителем. В общем, нос-вина меня не сильно, на самом деле, покоробил. Он чистый, но он, конечно, не похож на Каберне-Совиньон, потому что Каберне-Совиньон дает у нас всегда черную смородину, только черноягодность. Здесь скорее дается аромат розы, немножко красных ягод. Ну, давайте будем пробовать, что там у нас во рту. Ты знаешь, вот, то, что они назвали, то, что они назвали умеренной терпкостью, действительно здесь так и есть. Он такой, ну, ровненький во рту, кислотный, не задиристый и, конечно, совершенно не похож на Каберне-Совиньон. Я бы его приблизил где-то к Мерло, ну, или к какому-то другому сорту, но, конечно, он для Каберне-Совиньон сортовыми не обладает. Но при этом вино, это, в общем, ну, ничем меня не огорчило, оно вполне потребимо, питьевое вино такое, знаешь, вполне оно такое нормальное. Питкое, да, его можно пить, оно будет неплохо с какими-то там мясными блюдами, может быть, даже и под легкие какие-то рыбные закуски оно пойдет. Кстати, давай, Коля, рассказывай, что ты там нам сегодня приготовил. Ну, я не настолько уж прям приготовил, но, ну, уже традиционно. Что-то одно пока расскажи, потом еще что-нибудь расскажешь. Ну, например, я вижу три соуса, так? Три соуса. Три соус, три вида мяса или два, два тут получается? По сути, три. Три соуса, это мы с тобой обсуждали, что может подойти на основе твоих рекомендаций. По большому счету, первый соус, это смородиновый соус, черная смородина, в сочетании с Каберне-Савиньоном, его смородиновыми тонами должно подойти. Второй соус, это винно-мясной, я бы так сказал, не демигляс, но на его. Демигляс. Это приличное слово, его можно повторить. И третий, это грибной соус. Как попробовал демигляс, сразу пустился в пляс. Ну, на самом деле, хороший демигляс, да, может вызвать. Хороший демигляс попадает прямо в глаз. И три вида мяса, ну, два вида мяса. Кстати, грибной еще, это сказать. Грибной, да, грибной соус из белых грибов, несмотря на цвет, это грибы были белые. Самые настоящие, очень ароматные. Не трюфеля, конечно, но... Ну, честно говоря, трюфелем попахивает, я уже так успел. А, это грибной, это грибы. Общегрибной запах, да? Общегрибной запах. Аромат. Ну, там еще есть тимьян, он тебе может немножко дать, тимьянчик там присутствует. Ну, и мясо, обычный ростбиф, один обжаренный просто обжаренный, другой обжаренный в стиле перечного стейка в корочке перца черного дробленого, ну и традиционно уже копченая косуля. Угощайся, Юр. Спасибо, дорогой. Ну, я пока еще попробую вином. Итак, голоденый. Я прокарываю. Можно свою впечатление? Да, чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Проколю забыли. Ай, да ладно. Мне, например, все-таки смородинка там где-то, я знал, что искать. Очень далеко. Больше, может быть, далеко, но больше, чем смородина, знаешь, какой-то сладостью в носу, сладкими ягодками какими-то мне показалось. Ну, оно мягкое. Кисленькое, да. В носу очень мягкое, согласен. На языке не терпкое действительно. Я все-таки небольшой поклонник терпких красных вин. Но на языке все-таки с спиртиком я ощутил немножко. Ну, не знаю. Для меня оно достаточно мягкое. Вполне можно. Я могу сказать так, что вино питьевое. Я думаю, что оно четверку заслужило. 30-50 рублей? Да, 30-50 рублей. В принципе, оно без каких-то явных дефектов. Оно округлое и, как сказать, ну, бедное. Да, то есть оно, честно говоря, небогатое. Небогатое, да. То есть оно, ну, на свои деньги оно вполне себе тянет. И у него нет совершенно сортовых каберне-савиньона. Как ты там их не ищи. Потому что все-таки мы любим за что каберне-савиньон? За его такие дерзкие, вызывающие там на вот эту черную смородину в сочетании с ароматом черно-смородиного листа. То есть у каберне-савиньона два родителя. Это каберне-фран и савиньон-блан. Савиньон-блан дал ему смородиного листа. А каберне-фран дал черную смородину, саму ягоду. Поэтому мы всегда можем узнать каберне-савиньон по этому сочетанию. То есть должны быть такие легкие, такие задорные тона. То есть когда поймаешь, скажи, Юр, вот именно чтобы каберне было, чтобы я вообще не уверен, что мы на этих винах за 500 рублей поймаем прям супер породистый каберне-савиньон. Это надо где-то в районе 1000 рублей искать. Там были, откровенно говоря, некоторые образцы за 1000, которые я, конечно, купил, было для себя. Но эти вина я мало знаю. Сейчас будем пробовать. Так, следующий образец у нас, почитай, тавридия, винный дом Фатесаль. Написано просто каберне на нем. Я вот сюда так, смущает меня. Вино сухое и красное. Так, а где же все это? А, вот. Роскошь крымской природы... Прошу прощения, да. Роскошь крымской природы и благодать земли полуострова дают жизнь лучшему винограду. В Тавриде виноделы знают старинные секреты. Традиции приготовления вина здесь насчитывают более 2000 лет. Тавридия – традиционное качество крымских вин. Ну, про свиньи он был на ничего. Пока происхождение винограда Россия, год урожай 21-й, рекомендуется 14-16 к пасте, лазанье, блюдам из мяса, десертам и фруктам. Широкое, широкое, гастрономическое. Ну, что, ну, я могу, во-первых, они, что, ну, не очень хорошо, они не пишут, какое каберне, да, то есть, поэтому вот эта надпись просто каберне меня тоже всегда немножко подбешивает, потому что, ну, все-таки потребитель развиваются, он понимает, что есть разные каберне, есть, ну, разные сорта, и зачем вы просто пишете каберне? Можно подумать, что это вообще фантазийное название, какой-то каберне, то есть не сортовое вино, а просто там, помнишь, как у нас был этот? Кто у нас был? А, нет, не у нас, это было у нас. Когда мы с частым дегустировали, у нас было и забыла, не и забыла, попалась нам. Интересно. Слушай, ну, смотри, вот первый нос, такой чуть-чуть мышиный запах есть, такой вот, как бы, на фоне, но при этом он, как бы, уже видишь, он такой чуть более вызывающий, чем вот предыдущий образец был, он не такой сладковатый, он не то, что резче, он, ну, он я бы показал, повеселее, повеселее, да, более дерзкий какой-то у него есть, такой, знаешь, первые, первые позывы к тому, чтобы вот стать вот тем самым каберне-совиньоном, да, ну, во вкусе мне меньше понравился, не такой округлый, очень такая, немножко плосковатая кислотность, не закрытая телом, то есть амбразуру кислотности никто не закрыл грудью, да, ну, пустоватая во вкусе, из-за этого, из-за того, что нет тельности достаточной, то вино кажется, как плоскость, ну, водичкой, да, подкисленная водичка, да, подкисленная водичка, она вот проваливается во рту, понимаешь, да, то есть мы не чувствуем той полноты, которую мы ждем от вина, но понятно, что вино за 350 или сколько он там, 380 рублей стоит, оно не должно быть прям суперплотным, это тебе не фермерское вино, не какое-то там гаражное, но вот это вино, при отсутствии в общем-то плотности, вот предыдущее, оно казалось более округлым, да, то есть оно в своей хилости, оно тоже было гармоничнее, понимаешь, о чем я говорю? Оно давало послевкусие, а вот это действительно как-то водички. Это дает послевкусие, но послевкусие тоже разное бывает, знаешь, как с людьми, встретился с человеком, там, после одного хорошее впечатление, после другого, как бы, не очень. Так и с вином, да, то есть, как, и у нас был даже такой термин, знаешь, когда у нас есть в шкале оценок, там такой пункт интенсивность называется, в том, значит, в некоторых шкалах стали подчеркивать, что интенсивность именно позитивная, то есть позитивная интенсивность, потому что, извините, ну, говно тоже может быть интенсивность, интенсивный вкус. Если я, так сказать, оценю за интенсивность говно, оно получит большой балл, что ли, получается, то есть, ну, как бы, это не то, вот, поэтому нужно понимать, что любая интенсивность, любой послевкусие, оно должно быть не просто быть или быть долгим, но оно должно быть еще и приятным, там, оно будет с легкой горчинкой, там, с львовой косточки или еще каким-то классным, но здесь послевкусие, вот я сейчас разговариваю тобой чувствую что кроме кислотность я во рту ничего не ощущает потому для меня это где-то все-таки три с половиной хотя вот это вино вот она я он приятно меня удивил этот винный гид это как бы название которое искажает представление потребителя тоже чтобы винный гид вообще при этом она очень более-менее нормально сделано друзья мои ну в общем пока пока это такой какой уровень до четверки я бы сказал в принципе вот этому я бы авансом 40 поставил вот но я кстати немножко там свою шкалу калибрую я вот в конце концов опубликую ее полный вот свод и сейчас по моим новым правилам то 40 лет не безмедально точно на ходу меняешь но не на хрен переобуваешь вот ну ребята извините я не был готов я тут вы мне помогаете тут не люди там пишут как-то отзывы это все очень большое вам спасибо я не очень это нравится вся история в предыдущем видео ты дискутирую во всюду этот вопрос с цапеликом да но слушать я жрели как у него стану ревнули тоже тоже профессионал как ну это же придумал шкалу а он нет вот поэтому наверное у его ревность там одолел душ не знаю не волоть конечно и по здоровью я чувствует хорошо расскажи еще про еду давай я тебя перебиваю все время у тебя я уже все рассказал да ладно я чуть не помню а суля разуме рост беда роза вот это просто мясо это просто мясо это вырезка ну да разорился на лукой но ты поделишься рецептом я смогу вот их ну сделать если надо будет если кто-то попросит особенно красивые женщины красивые женщины присылайте фото прежде чем что-то просить да тут ничего сложного на самом деле нет могу словами рассказать но потом поделюсь или на самом деле вот я когда мы с колеса на сколько говоришь и приготовить им сказал что в принципе вся история с вином она отыгрывается на соусом до часто не самим мясом а соусом хотя чтобы хотя понятно что мы не готовили горячие блюда которым в принципе каберне совинен всегда идет хорошо там шашлыка к стейкам а к жаркому даже даму какому-то пряному вот но здесь как будто что называется на масочки какие-то какие-то тут вот соуса и вот всегда идет значит вот этот ягодный смородиновый соус сейчас я с хорошим когда дойдем очень вкусный попадется я обязательно смородиновый соус попробую потому что смородиновый соус я вообще никогда не видел своей жизни я приехал коле увидел смородиновый соус я просто вообще рыдаю понравилось свородиновый соус но я же еще раньше его попробовал до начала съемки ты чё вообще зачет товарищу чокнемся давай заканья закончились новогодний праздник на конечную елку не убрали но вот приехал чтобы снять на следующую неделю видео коль наступившим ступившим и конец хорошего всем года здесь уже по морозе я вот даже я сушки но у меня приятно на самом деле удивляет наше виноделие потому что я думаю что там внизу 500 рублевые зоны вообще нет жизни да то есть на самом деле это делает агора компания ну она производит скорее всего ну по 4 кон заводе агора это вообще дистрибьюторская компания московская которая скорее всего размещает производства на одном из заводов натуральные высококачественные вина агора создана из винограда собранного только вручную выращенного на собственных виноградниках терруара полуострова крым в общем-то из всей лирики это все что здесь есть год урожая 21 производства происхождение винограда крым сейчас ищу изготовитель о винный дом футе садисаль тоже на россия республика крым бахчисарайский район село танковое и так но это фатисаль это просто завод на котором они размещают марку ну по под их контролем делается возможно что и виноградник у них есть у я в подробности не знаю но на самом деле а это кстати стоит что-то около 400 470 уже дурак да уже уже приближается к петестам и на самом деле разница ощутима уже и в носил я услышал смородину вот пошла черная смородина достаточно густая и даже такая немного даст я что называется да это называется он у таких профи которые там уже какие-то нюансы разве называется немножко заджемленный статок называемая то есть скорее всего это заджемленность это вот следствует какого-то позднего сбора или не то что называется перезрела но виноград любом случае хорош если это даже 21 год это даже удивительно 21 год откровенно говоря был неудачный и вот обрати внимание вот здесь на вот за счет за гуда ты заговор означает что этот виноград виноград для этого вина вырос в той зоне которую здесь указывают данном случае это крым и это строго это нарушать нельзя иначе там лишат лицензии вообще подвергнута строкизму позору и саму такому прочему поэтому надпись загул все-таки но вот этих ребят может быть российский виноград например они его там с краснодарского кратиса не написанного за голода невидимую эту марочку дату мы понимаем что виноград неизвестно откуда возможно купаж ну купаж там или просто купили виноматериал где смогли достать скорее всего это россия да потому что тогда ты имеешь право называть это вином по закону у нас нельзя из импортного материала уже называть вином под 48 фазе вот но вот то что делает а горы и ты знаешь вот я участвую в носе прямо я даже мне хочется с ним игрок уже все поближе до знакомиться поближе и как-то достаточно густо но я научить доступ к телу я надеюсь что у меня не обманет не обманет да во вкусе давай попробуем ты знаешь у него немножко есть такая вяга в это спирта не 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 спирт нормально во первых ну кстати да можно почитать про сколько спирта обычно они пишут разрыв диапазон мне просто как-то не то что резко ну посмотри начать найти крыльдак и кстати вот большая доля 13 с половиной да кстати спирта уже достаточно много молодец что почувствовал но для меня первую очередь есть такая немножко неготовностью на его незрелость такая легкая вяжущий вяжусь вяжет короче да да вот но спирт здесь большой и это кстати может быть последствием того что виноград уже был достаточно зрелый понимаешь ну грубо говоря в винограде было отхваченный мороз не набил за джебры уже никто тебе не додержит на лозе до мороз это тебя такие фантазии ну досужие представления такие между где-то нахватался вот ну значит здесь просто в чем дело да то есть ты додержал его позже он тебя созрел но набрал уже сахар соответствие сахар из досуха хочет сбродить то перегоняешь алкоголь получается больше иногда это вилка кстати очень сильно людей подводит потому что виноград грубо говоря набирает сахара быстрее чем созревает понимаешь потому что созревание это не только набор сахара написать себе человек растет растет уже высокий но еще не забила мозгов нет примерно так вот или бывая знаешь арбуз сладкий но не нажористый вот так вот такое понятие вот в арбузе очень хорошо чувствуешь на час арбуза нормально не найдешь найдешь я тебе расскажу потом покажешь места суши мне прям нравится я приятного углу соглашусь что терпкий но я небольшой поклонник красных вин я только начинаю к ним привыкать и больше всего что меня всегда отталкиваем красных вин это вот это терпкость когда лицо вот так вводит когда их много здесь не страшно до более терпкий чем предыдущий наш мой вот профессионалы настолько уже погрязли своей терминологии что я в последнее время перестал понимать что люди вот обычный потребитель вкладывать понять и терпкость еще там некоторые говорят терпкость на юге вот что такое терпкость для тебя вот стоит рот вяжу как ходу рот вяжу а если причем тонинность данные свя вяжешь я думал что это вообще одну и ту нет нет потому что есть незрелые танины они вяжут а когда они зрелые полные они не вяжут они так как бы ну как крепкий крепкий чай да то есть вот прям чефир до заваренный он же может быть настолько крепким что он так вяжут но это тогда чересчур тонину но в принципе тонинность и вяжешь и и и когда вяжет это немножко разные вещи то что это незрелость самого вина и как бы она не долежала часто просто вот не пришли в баланс его вещества но это вино кстати я пожалуй по здесь я еще подумаю но скорее всего этом это вино я оценирую достаточно высоко имеет очень приятно потому что я вижу что уровень вот не только каких-то известных таких небольших хозяйств растет но растет уровень достаточно массовых вин хотя наверное может мы зажрать может 500 рублей тоже бы дорогается на считается да ну ты видишь немножко какие-то смоленистые даже ноты пошли ну и хочу тебе сказать кули что для этого вина хотя я даже и уже не ожидал да я думаю что я попробую как раз есть косулю косулю и вот с этим замечательным твоим смородиновым соусом давай попробуй который совершенно я тебя вообще сейчас научу и ты тоже так дела чуть-чуть не будешь пробуешь что воду да бери так как я тоже вооружайся ну ладно так теперь намазывай сверху соусом смородинам как нормально мазну теперь берешь в рот не побоюсь этого слова но в этот момент запиваешь пропуская через вот эту еду пропуская вино и уже попадает она в горло ну скажи как она там все прямо синергия такая божлая какая-то и послевкусие она смешалась с этим смородинам джемом ребята вино не надо закусывать вином надо запевать да вино мне да надо короче есть и запивайте правильную трапезу до сопровождать однозначно и я вот последний вот новый год был у знакомых друзей у родственников я слежу за людьми в общем по большому счету друг мой по большому счету все все таки пьют и заедают да то есть вот они сидят с этим вином там подняли тос выпили так нормально там пол бокала даже уже сейчас до дна перестали люди пить что ты все так по чуть-чуть вроде пьют вино я смотрю они все равно его выпили и все равно заедают это не так потому что у тебя после вкуса и даже рождается новое когда ты вот с пищей ты ее вроде прожевывать и она тебе во первых помогает и проживать и тут же обволакивает вот этим вкусом ночью я могу долго даже когда ты просто проглотил даже когда ты просто проглотился свою пищу которую съел и пролил вот это послевкусие от еды который тоже остается пролил свежим глотком вина и вино начинает играть по-другому и послевкусие у тебя поднимается но это уже дело приму дано ну а ты так вот как я делал да делал раньше да нет я все-таки пиво жало проживал прогнеет я уже значительное время тертый калач да я уже значительное время все-таки запил вину да ну смотри следующий у нас чилиец на что же он стоил с а люблю 80 рублей да это чили я посмотрел центральная долина это в общем самое на самом деле распространенное место в чили из которого большинство вин чилийских приходят к нам на материк вот ну сказать что чили в общем страна удивительная она растянута такой узенькой полоска между океаном и горами ну вот так как разала француза алертон один французский очень известный винодел в свое время если бы я был виноградом я бы хотел жить в чили крыскому так вот поэтому чили считается богом созданная страна для винограда и там еще есть дофилоксирные лозы они ничего чего изменить дофилоксирные лозы то есть это лозы это болезнь была я да в начале двадцатого века болезнь которую уничтожил в европе все лозы и сейчас они все на американских корнях американцы опять навредили на везде да да ведь тут есть пробка на не написано жили она должна вроде как не данных нормально пахнет так ну вот и мы с тобой пробуем чили центральную долину ну потому что же мелким буквами ты прочитаешь но я уже разобрался алкоголь здесь достаточно высокие я честно говоря этого вина не пробовал хотя она достаточно часто мне кажется на попе встречается бренд называется камбрика вот ну почитай давай то я пока буду искать всякую красоту да сорт винограда каберне савиньон год урожай 19 в начале времен кембрийский период создал то что сегодня мы называем террором ты кого-то рэп читаешь тоже как ударить даже я не попадаю что что мы сегодня называем террором идеально подходящим сорту каберне савиньон отлично сочетается с пряными и острыми мясными блюдами сырами подавать при тем как в общем террор прямо из в общем я думаю родную возьмем под него который перчет если да он такой подперченный я думаю что рождаю будет замечать ну вот первый нос меня радует он вполне такой округлый чистый и смородина есть но уже немножко не такая как в агоре потому что агора была более черная это как это в красноту и иди знаешь такой желейность немножко если это была джемовая это более желейная варенье пятиминутка помнишь такое было да ты с красной смородину кстати сделали из красной до нового можно с любой делать ягоды не такой более прихваченные сразу такой знаешь как ну вот заигрывающие с тобой такой знаешь приятное такое вот ну первые которые самые округлые до самые желанные я бы сказал что здесь вот как будто бы знаешь вот больше даже здесь не черная смородина вот знаешь я очень люблю те русские торты и томасе ягодная ягода да вот которая вот просто железо ли ты там разные ягоды и там и смородины красным черного родину и малины вот это нос такой приятный такой чем сейчас на зубах начнет похрустывать прям мне уже хочется сделать глоток давай сделаем чтобы неплохо но есть все таки такая немножко вяжущая такая тонинность посильнее да да посильнее чему а город и считаю да да она такая знаешь немножко сковывает рот я сейчас если выговорю это английское слово и стринджи и стринджи ты у меня спросил но это вяжу человека но я просто эти термины все учил когда мы дегустируем кистолу циво сборным тюрьму вот это значит как показано рисунка тут вот-вот чувака у него там рот сосала в дуторь такой да вот но здесь такого прям сильного нет и конечно если будет действительно какое-то там нормальное мясо она все это скрадет то есть она заберет на себя это вяжущий более того я думаю что вот это такая вот резко сочет сочтет за да совсем удается разбившим попробуем что было потому что можно соусу то без соуса до ушел ну вот в данном случае я никакой соус сюда не гадим нет кусок большего ну я просто в рот не позиция дальше даже такую ну видишь мы с тобой поужинали так между нами говорят девочками но у нас я хочу обратить внимание что у нас появился еще паштет как подчеркивает коли не из печени утки а вообще без печени в принципе обычная ситуация обойдемся заранда и так розбив имени коли который нам даст рецепт и вино из чили называется нет это айлен негро это называется на камбрику камбрику вот давайте попробуем как ожидалось сочетание очень прикольная стала она вот эту терпкость и раньше меня она есть вы больше чем нужно она помогает жалкивает не отталкивает совершенно а станами перца на перец немножко под заглушил и как будто бы усилил вот эту терпкость но вместе надо я думаю что есть люди которым это вино действительно понравится вот но в моем случае я бы снизил балл то есть я думаю что пока это где-то 42 но я потом еще дам свой полный диагноз вот но сейчас пока все таки это вяжешься она на мой взгляд для многих дегустаторов профессионалов будет являться такой негодовностью вина к потреблению ну в аромате шикарно аромат хорош аромат конфитюре но он не резкий он очень такой со всех сторон благожелательный как бы он ну как будто бы дома приятную во всех отношениях да но без без каких-то яркости таких заметных то есть на самом деле выпуклости да но когда ты понимаешь когда ты вот пробовал какие-то великие вина великие образцы ты уже знаешь чем сравнивать ты понимаешь что это на самом деле реально все равно ну одна из первых ступеней на пути таскать высший свет да поэтому можно дать авансом что-то но он тем не менее так мне же счет вам дать давай даже уже читать не очень хочет ну вот сейчас какие-то солиды что при запорной савиньон и слон игра west bay место происхождения центральная долина так минута тоже до центральной долина а тут кстати ничего особо таких не не пишут да никаких у тебя вот это она нанайла негра да вот насколько поняла и лажно дочитаем айла негра да вот и слоняга остров гордость негра и так далее помнишь мы там дегустировать черный остров до черный остров черный остров ну вот ну смотри что-то почувствовал пером носит скажем ну вот что-то меня начинает отталкивать тухлицовый честно говоря как говорю мой дать это друг и учитель лукомороде не каждый решится назвать говно говном да то есть вот но это вот то что нас как раз и называется редукция редукция до или задушка то есть это научился но даймер чем покрутим с тобой против часовой нельзя крутить потому что сразу слетаются духи вакханок которых еще вас устраивают вакханалию да и дионисианок да и устраивают вакханалию а нам зачем это идея неси пожилым людям на ночь глядя зачем нам это все не надо тревожить поэтому по часовой а то просто слетят сейчас наливаем вина танцую с ними танец любви нет но не уходит редукция к сожалению ну давай дадим ему шанс попробуем ну что я просто хочу сказать людям которые вот пробуют вино и как вот порционал уже человек имеющий достаточно большой опыт действительно не надо бояться если вам кажется в вине вот вы купили не это такой бренд и компания приличный импортер да если вдруг вам как бы до этикетка красиво вы понимаете ну чили ну не может же быть этого такая приличная страна вот у них хороший футбол там вот ну как бы как они могут сделать вино плохое но вот так получилось ребята что либо серы переложили либо в процессе производства образовались определенные серные тона и которого коля даже заказ в бутылке не могу умереть нет это не бутылка серы часто появляется в результате определенных процессов которые называются задушкой да то есть как бы гибель дрожжи и там и так далее все процессах разложения но это долго объяснять но к сожалению сквозь этот порох сквозь это вот такой запах только что выстрелившегося ружья да то есть как бы ты золотой охотник ну кстати какие тут она есть да но это сыра на живут и там и там присутствует да поэтому она очень так пахнет ну ты мне сказал я не идентифицировать котлы в аду горят вот например я так же да ну ты знаешь да нет брат не знаю как покручивая подловить вон ганда да попробуем дадим ему шанс принципе нам не мешает это сделать глоток ну нет ничего такого выдающего во вкусе за что можно было бы просить этот нос не удачный ну вкус явно лучше чем нос лучше да в нем есть послевкусие есть такая свежесть какая-то и возможно это вино раздышится давай мы попробуем следующая к этому вернемся попозже но у меня нет больше желания его дегустируйте стать еще один такой фокус зам великий денис руденко показывал когда серу убирают при помощи медной монетки да то есть ну ты как бы человек от химии да просто берешь любую медь вместе с собой как бы когда где-то совсем нет да да ну берешь любую медную монетку но раньше был пятачок там например да там вот бросаешь в бокал и у тебя вся серная история уходит даже были такие какие-то специальные размешивания медные ну зачем нам ребята это за 500 рублей скажите вот мы будем с этим заниматься просто выглянем пойдем куда вы все-таки брак скорее слушай но это куда это на самом деле может быть и ты и я достаточно чувствительны к серии я слышал о том что есть люди которые не слышат серу так сильно как например я ее слышу и они могут вообще этого не заметить или более того им этот аромат покажется таким допустимым по нему как прикольно пахнет махнули шашлыком заели это не вредно там не то количество серы которым можно говорить всерьез да что это вредно для здоровья ли там для головы но честно говоря ребята ну зачем себя насиловать если она не вкусно пахнет поэтому ну и возможно что это именно такая бутылка то есть понимаешь я же еще до того как ты что-либо сказал я просто сунул нос в бокал и немножко так что уже не хочется читать да да ну первый нос он может сейчас еще постоять там подышать как-то там можно попробовать декантера если но если нет декантера налить в любое ведро там или за кастрюлю куда хотите в общем это моего развития вот ну не знаю попробуйте она взрослой стара дышится 21 год совсем молодой нет декантировать не всегда из того что возраста еще из-за того что надо что-то чем-то там она продышала осадок улегся и так далее есть много причин вот это кстати вино было по моему 19 21 не до того возле 19 19 кстати я мог хочу сказать что вот это вино для своего возраста хотя для красного что там два три года три года получается нет 4 но она была готова получается у нас девятнадцатом у нас виноград чтобы вы понимали в чили сбор урожая когда весной да пара не значит она год урожая совпадает с годом готовности вина по сути на 1 году до выдержки да то есть если она выдерживалась бочки там она могли его дольше готовить так ребят ну вот я взял еще одного француза это вино стоило правда 600 рублей на за 500 я француза не нашел и здесь конечно же так как это бордо и это а вот c да то есть оплачен контроле и то есть это значит что мы понимаем что здесь есть каберне савиньон и мерло да как минимум да то есть еда может быть еще что-то добавлено но похоже что нет вот но все равно мне хотелось это все-таки не чистый кабинет не ну бордо вообще во франции что-то салима самых популярных во франции что ты понимал почти никогда не указывают сотки награда на этикетке они пишут просто регион и все люди сразу понимают из чего это сделать бордо это бордо потому что они консерваторы то есть у них в этом регионе делают только из этого винограда бургунди пенонуар шардоне бордо это каберне савиньон мерло и так далее вот значит соответственно красиво как исполнилось почитаю теперь начнем просто очень хотелось понять что такое дюбре что такое бордо ауси за 600 рублей на полке давайте просто попробуем вместе сейчас узнаем и поймем вино красное сухую дюпре я правильно даже почитаю категория апелласьон регион бордо место происхождения винограда франция регион бордо год урожая 20 сорт винограда мерло каберне савиньон обладает темно-красным цветом и приятным послевкусием хорошо сочетается с жареным мясом и твердыми сырами рекомендуется употреблять при температуре 16-18 все вся лирика закону этикетка одна из самых как-то лаконично в то же время по-французски изящно давай ну аромат вот он кстати не сразу раскрывается но я его покрутил немножко он не такой густой или не такой приветливый как вот у нашего камбри куда вот но он потоньше но и поизящней здесь есть и черная смородина есть немножко вишни которые дают мерло как правило его хочется изучать ну да 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 возможно мы можем могли бы назвать более сложным вином и это в общем свойственно для бордо потому что это все-таки многовековая история винодели работа с каберне савиньон да и вот первая нота она такая прямо звенящая такая нота такой но какого-то как будто бы даже черная смородина и она такая знаешь куда отдельно как будто интересного сорта мне нравится но с этого вина но него нельзя назвать мощным это ни в коем случае но она не очень неплохо смородина точно вишни не знаю сейчас даже какая-то карамелька карамелизованный сахар хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой да ну давай ну вот таким вино можно дергаться пробуем ну такое она немножко во вкусе не округлая немножко она такой однослойно 1 ступенчатая как бы да ну при этом она в нем хорошая такая свежая кислотность плотности ему не хватает однозначно то есть она легкая в теле вот и ну я бы не нажал это конечно прям крутым вином вот наверное крутую францию надо поискать чуть подороже да но тем не менее первую ступень испытания она уже прошло это точно ну как минимум я бы его пил ну давай все таки дадим давай еще немножко его обсудим может быть она ну вот первый глоток он мы не будем говорить там это франция не франция но все-таки у этого вина есть какой-то стиль это точно дам она отличается и вот того что мы пробовали в российском варианте от чили тем более вот она мы такие видно называемые гастрономичными да то есть вот кстати я хочу попробовать его с паштетом твоим так как у нас теперь появился паштет него за как-то вот прям берешь утку отмеливаешь у нее части тела ну как какие вчера смог найти части тела и давай мы его целую добрым добрым сверху вот соусом который ты делал на вине вот коля вины до бордо да это я сказал коля коля слушай ну хочешь лайфхак да то есть любое блюдо который поешь к вину подавай соусом который сделан из вина и коля заморочился сделал соус из вина ребята и насрежу сложно серьезная история ну да я угадал тебе с собой еще и паштета коля я угадал это надо пить именно и есть именно вот с этим соусом это просто супер бомба понимаешь мне сам соус понравился не вообще я бы на самом деле на месте французов всегда бы прямо вот он возьмет эту бутылку француз да ну предположим я думаю что такое вино французы пьют вместо воды практически каждый день в обед она легкая но такое питкая она совершенно не тяжелая в нем есть какая-то такая вот немножко гребневая такая тональность дает он мы называем до еду ну гребневая это когда гребешки вот самим ножка на который висит ягода но вот гребень а называется ведь на них часто еще делают дополнительное настаивание да то есть и это тоже попадает в аромат вина для придания ему какой-то вот мощности ну может быть конечно это вино маленько под разбавили чем-то запасу она такой в теле легкая но при этом у него есть свои стилы и я думаю что если вы хотите ощутить себя такими найти французам которые там просто вот кусок сыра хлеб вино так какая-то найти не вне приходит не замысловатая незамысловатая каждодневная деревенская пища с легким вином это вот такое вот вино она на мой взгляд вполне себе проходит по этому классу что там кстати пишет а кто импортер кто там какое как компания приготовлены жеронда франция импортер bravo trade москва и все такое круче вот кстати смотри сейчас она это кстати это всегда свойственно для вин бордо да они всегда развиваются в бокале если это хорошее вино если это там не окончательно безнадежная к эта история она всегда развивается в бокале вот попробуй сейчас как она округлилась вот эти тона вышли более такие конфетные какие-то вот барбарисны вышли на первый план и вино вот за слов то в стадию которым а по мне так наоборот вот это вот то что я говорю карамель сладенькой ну с карамелизованный сахар жженка надо ну вот я сейчас не было а я и в первом нас не чувствовал а вот у меня сейчас на первый план вышла как раз смородину наоборот она и в первом носе смородина была ну да но она здесь как будто бы покрыта карамелью сморозину вот да 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 ну мы еще говорим клюк сахарной пудре но это не то здесь немножко здесь как будто ты там каком-то сахарном сиропе макаешь туда смородин сам все смородина кислая как известно уже клюк в сахарном сахарной пудре она будет приторной в общем очень очень неплохой нос мне нравится это вино с ним можно посидеть несмотря на его кстати весьма небольшую цену все-таки 600 рублей по нашим меркам это сейчас да для качественного вина это очень даже цена немало такая ну небольшая да потому что люди уже многие считают что нельзя даже купить качественное вино меньше чем за тысячу ну понятно они тоже правы по своему потому что действительно вина облагаются пошлины курс доллара растет все дорожает вот но тем не менее мы должны понимать что все равно какой-то продукт нам приехал мы должны его оценить вот и в принципе как то что мы сегодня попробовали это по большей части более-менее съедобные вещи я думаю что я поставлю этому вину а 4 и 4 до 4,4 дюбре вот это вино сейчас мы еще перепробуем его давай-ка вдруг может быть серо ушла да немного дадим ему шанс еще раз вот но к сожалению конечно сквозь первый раз сквозь серу пронюхаться не удалось медной монетки у нас нету кстати вот дюбре мне сейчас было жалко выливать ну у тебя еще бутылка осталась нет к сожалению остался этот нос давайте я воздержусь пожалуй все-таки его негро и во рту что-то мне какая-то горечь пошла послевкусие честно говоря или надо если был бы конкурс могу запросили вторую бутылку но но это не конкурс и поэтому мы не будем 2 бутылку просить вот такая вот история так но это что у нас это он точно я считаю что это точно бронзовая медаль то есть это 42 это 44 сказал до 44 это 42 потому что здесь у нас недостаточно округленный сбалансированный род здесь была вяжущая этот парень в принципе тянет 43 совершенно спокойно вы разговариваете точно ну нет 43 ему поставлю то есть это как бы малая серебряная медаль но эти ребята это 40 принципе на это тоже 40 то есть они примерно одинаковые по классу этот к насколько ты помнишь был такой ровный округлый совершенно не кабельной сувенионистый до без смору никакого отношения не имеет кабель на свиньер я вообще подозреваю что может быть это из другого винограда ну как говорится как там нас не поймали наши российские виноделы особенно советской школы чего не делают у них время собираю получается вот ну я не похоже на собираю не знаю потому что этот аромат розы он есть только у собираю это ну он так чуть-чуть просто здесь он прям явный вот и вот это каберне непонятно какое то ли савиньон то ли не савиньон она у нас ну тоже где-то так хорошист ну это это по-доброму на самом деле юр на самом деле из шести образцов этой ценовой категории три годных ну неплохой ну да да вот нас вполне годная гора у нас вполне годом реку камбрико или камбрико и дюпре да то есть у каждого есть свой стиль это не великие вина совершенно точно да ну у француз мне понравился своим таким легкостью и как бы все равно даже в этой легкости это француз да то есть это может быть не наполеон да но это какой нибудь там или грани да да элегантен по подтянут и как-то предсказуем и так знаете даже получаешь от него то что ты хочешь и плюс ко всему что у него есть развитие с ним можно посидеть вот это чилиц такой немножко пытается он заигрывать в первом носе сразу такой конфетный конфитюрные приятные не он доставит он тоже удовольствие хотя действительно его надо с едой потому что да и цена этого надо с какими-то легкими сырами с паштетами пойдет он свинным соусом этот пойдет с перченым вот отлично будет нашего парень спицы наш парень пойдет со смородиновым из дичью сделать у нас есть копченая косуля ну а эти ребята можно и так их пить или там использовать для другой еды и в общем для готовки для чем такого но я сегодня добрый ставим 40 обоим так что идите ребятку смело ребята ну вот смотрите в принципе казалось бы дал что обычно красное вино пьют с горячими блюдами шашлыками там с какими-то гриль блюдами с тушеным мясом там но видите и намазки тоже идут очень неплохо особенно если прибавить сюда соусы вот а соусы это вообще отдельная тема и это вообще честно говоря целое искусство потому что умелый повар он при помощи соуса может любое блюдо так вам подать что она заиграет очень хорошо поэтому здравствуйте поздравляю вас с тем что у вас есть николай король закусок николай спасибо вам спасибо юрина алкогольная отрасли идите листите ну что ребята практика показала что за 500 рублей в винах в районе 500 рублей тоже есть жизнь какие-то есть даже неплохие достаточно приемлемые образцы вот конечно это не великие вина но это все-таки история которая может оказаться достаточно приемлемым вином на каждый день пейте по чуть-чуть пейте в меру дегустируйте и лучше вино чем всякие другие алкогольные напитки и запивайте вино хорошую крючком